Молодая семья культработников Бусаревых только начала перевозить вещи. Говорят, все некогда. Сейчас каждый день репетиции. Павел и Александра работают в Сахалинском колледже искусств. Даже не описать, какие впечатления были. Даже не скажешь. Просто радостно. А вообще не верится просто. Мы ходили по комнате, по квартире, ходили, даже не верится. Как будто к кому-то в гости пришли. Ключи от двушки семья получила неделю назад. Приятным сюрпризом для новоселов, особенно для женщин, стала гардеробная. В этом небольшом помещении поместится как раз одежда и различные мелочи, говорит Александра. В ванной установлена необходимая сантехника. Осталось в квартиру только занести мебель. Вот там небольшая кулонка. И мы будем готовить. Вряд ли, конечно, мы будем тут кушать, но готовить точно будем. Сейчас это многоквартирный дом, но в недалеком прошлом это здание было административным. После того, как в здание бывшего сахинцентра переехали сотрудники различных структур, здесь оборудовали двух- и трехкомнатные квартиры. Всего их здесь 80, и о прошлом объекта теперь напоминает лишь отсутствие балконов. Здесь живут бюджетники, большая часть из них медики. А неделю назад ключи от восьми квартир получили 11 человек, работающих в сфере культуры. Мы не верили, что так вот бывает, что молодым бюджетным работникам предоставляют жилье. И вот когда мы зашли, мы безумно обрадовались. Все уже сделано, ремонт уже сделан. Просто бери вещи, переезжай. Ну, какие-то малые недостатки там по поводу того, что нужно сделать. Но это такие мелочи по сравнению с тем, что дали нам квартиру. Сейчас новоселы почти все свободное время посвящают обустройству квартир. Жилье служебное. Проживать здесь бюджетники будут, пока не уволятся. Я очень много лет ждала квартиру, очень много лет я снимала жилье. Но я надеюсь, что жить я здесь буду очень долго и работать на культуру я буду до конца дней своих.